Пусть будет где-то после 20-ти на ноль что-то мне позвонили, неизвестный номер, представили сотрудниками что-ли что-то в безопасности, что такое банка ВТБ. Ну само собой я слышал про такой, что машинисты, говорю, как вы кажете, что вы сотрудник ВТБ банка. И вот по номеру, в моё ВТБ, вот есть вербанк, допустим, 907 люди приходят, зарплата там или покупки, что-то по номеру 900. А у ВТБ, так и пишется, ВТБ, тоже мне приходят зарплата, покупки там или что-то там при переводе сделать, и тоже код подтверждение. Он мне код подтверждения прислал на ВТБ. У меня с трону сомнения от этого пропали все. Ну что, думаю, точно сотрудник. Он мне все говорит, у вас карточка же была, в моем банке получали вы карточку без конверта. Ну действительно, да, потому что как-то за год, за два я карточку получал. У меня размагнитилась карточка, у меня большого кроме божала за карточку размагнитилась, я не сказал, давай перевыпустим. И то я выпустили, карточку мне выдали в банке без конверта. И тогда я еще видел эту карточку, когда получил, и в банке видел, что утащили АХА в эти карточки действительно без конверта. Просто вот резинка эта, бумага или как-то, деньги какие-то быстрые, в этой резинке перехваченные. Действительно, мы его утащили, какой-то со другим банком, он целый кирпич, скажем так, утащил. Так же у меня, получается, вот такие ПТВ, то, что он сразу сказал, что у меня карточка была, и тогда я, правда, вспомнил, что человек. И действительно, вот у меня три фактора на меня подвислил, что это у меня не вред. И сказал, получается, что проводится расследование, это вы получали в каком банке, мне кажется, от тебя Пушкина. Ну все, сразу понял, что уже октябрьская 3, ага, видимо, ну нехорошо проводишь. И сказал, ну-ка, проводим расследование, по всей стране прокатилось масса от этих, как-то, где-то сидит крыса, говорит, в банках ПТВ. Вот что дело. Сейчас будем проводить расследование, а так как на тебя оформили кредит, и деньги уже улетели, транзакция улетела, теперь надо делать апеллякции. Ну, я говорю, а что надо делать? Получается, тебе надо взять кредит, и только кредит перезабыть. Вот, скинул документ, типа, какой-то, якобы, там, какой-то человек, там, снял форму кредит на меня, на его счета, но не получил. Ваш, может, деньги, типа, потерял такие, ну, они уже до него не дошли, это будет называть транзакцией. Вот теперь надо его закрыть, подать апелляцию, и я все действовал. Как-то, я слушал, 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 долго слушал, больше часа, и все, и за деятельность. Он мне все морги пропало. Сказал, да, что я несколько дней делал, ходил во все поручения. Потом приехал домой, уже, спокойно, и жду курьера. Они сказали, что 20.00 тебе приедет домой, это про адрес, он приедет курьер, привезет твои карточки и денежки. Когда курьер не приехал, я не жду курьера, тогда я их себе понял. Тут-то я ее продал. Ну, если я повторяю, что это трипатра, что в ТБС, как именно с футбр пришла, то, что он сразу про карточки, уже почему-то как-то ляпнул. А, он ничего не знал, что делал. О, позвоните, наверное, тысячу, там, что-то надо было сказать, уже плохо помню. Как закончить, я вам сразу перезвонил. Абсолютно с WhatsApp почему-то я звонил. Сначала позвонил, когда я в районе было просто с WhatsApp-ом, а потом спросил, когда ты будешь выпускать, что-то по WhatsApp-у разговаривал. И прислал хоть документов, каких-то, там, трозисоверения, того, того, всяких, там, прислал. Ну, потом я сказал, что-то, да, все поддельное. А, он еще вот видел, как я захожу в банк, а, как будто бы ты уже зашел в банк онлайн, ага, ты все видел, что вышел из банка онлайн, видел как-то. Он видел, что я разговаривал с номером тысяча, и как прекратил номер, то я разговаривал с тысячей сейчас. И он сказал, ну, тысяча, то есть мой вот этот банк, официальный номер. И он сразу мне тут же перезванивал дальше и говорил, что делал. Я вот тоже не понимаю, как они лично сделали это все, настроили. Ну, я сразу тоже подумал, действительно, наверное, он сотрудник банка, и поэтому он находится там. В отделении, наверное, ВТБ или где-то там, и поэтому все контролируется. И у меня сомнений, вообще никаких не было абсолютно. Я просто думаю, что делать надо просто вон-класс. И не выгодливаться.